Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. На данный момент у моей мамы состояние близко к депрессии. Моя мать, моя бабочка не вылезает из больницы в силу возраста, с одной в другую и по кругу. Из-за этого моя мама очень переживает и нервничает. Плюс ко всему бабочка постоянно страдает и жалуется, чем еще больше подрывает мамины нервы. Я нахожусь за 10 тысяч километров с грудным ребенком на руках и физически не могу помочь, при всем желании. Хочу поддержать хотя бы морально, словом, не знаю, как лучше. Подскажите, пожалуйста, очень переживаю за ее моральное состояние. Здесь ситуация следующая. Вы находитесь в треугольнике Карпмана. Бабушка, ваша одна сторона, мама другая, вы третий. И вы меняетесь. Вот. А кто из вас кто сказать сложно? Потому что все, кто находятся в треугольнике Карпмана, все являются жертвами. У всех есть проблема личной ответственности. И вам для себя необходимо выстроить личные границы. Бабушка и мама. И увидеть, увидеть, самое сложное, увидеть, что делаете вы это не из любви к маме. Переживаете за нее и так далее не из любви. И мама переживает за бабушку тоже не из любви. Хотя кажется, что это так. Не только из любви. Из других. Чего сказать? Из других побуждений. Каких, каких, каких именно? Да? Нужно смотреть. Нужно разбираться. Разбираться. Любовь это в первую очередь принятие. Принятие. Принятие себя. Принятие возможностей своих. Ну, в частности, вот. Что я могу. Чего я не могу. Что другой человек может. Чего другой человек не, не может. А ни мама, ни ваша бабушка, и ни вы этого не принимаете. От слова совсем. И вот это очень важно понять. И увидеть. Это очень важно. То, что бабушка, вот в силу возраста, да, испытывает определенные проблемы. Это, ну, нормально. От этого никуда не деться. К сожалению. То, что мама обладает определенными ограничениями. Тоже важно увидеть и понять. Потому что, ну, от этого тоже никуда не деться. У вас есть свои ограничения. Это тоже важно увидеть. И понять. От этого тоже никуда не деться. И... Как бы исходя из этих ограничений уже действует. Не наоборот. Понимаете? А у вас получается как раз в точности, да, наоборот. Вашей маме нужна помощь. Пусть она... Вы можете направить ее сюда, на наш сайт. Вам нужно разобраться в своих чувствах, чтобы понять, что именно за чувства. Отделить. Направленные на себя и на маму. И соответственно, то, что вы можете сделать, это просто быть рядом. Быть рядом и откликаться на ее состояние, своим состоянием. Откликаться на ее чувства, своими чувствами. Но чувствами, направленными на нее, для нее. А ваши, которые связаны с вами, можно тоже делиться. Безусловно. Можно и нужно. Но важно понимать, что это не одно и то же. Вот. Важно понимать, что это вот... Разно. Что это разно. Понимаете, да? И вот, как бы, уже... Исходя из этого, я бы... Как-то... Действовал. Бы. Вот так. Я бы сказал. То есть, то есть, в первую очередь, принятие реальностью. Такой, какая она есть. Она не идеальна. Это реальность. У нее есть... У нее есть... Свои... Так скажем... Трудности у нее есть. Свои... Ну, какие-то негативные моменты. Трудности у нее есть. Вот. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Вот. То, что я бы мог... Вам сказать. Поэтому спросите себя, готовы ли вы работать над собой, готовы ли вы разбираться, готовы ли вы принимать, ну, те вещи, которые вам могут быть сейчас не очень, ну, приятны, может быть, понимаете, да? И дальше уже можно будет двигаться. На этом всё, на этом всё. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу и желаю вам всего самого доброго, удачи, успехов. Удачи! 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 Удачи!